О пациентке. Задержка речевого и моторного развития, не говорит. Ходит вдоль опоры, правильно и быстро ползает на четвереньках, делает самостоятельно первые шаги, отстает в развитии на первый год минимум, невролог поставил ЗРР. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки двух лет. Дата исследования. 25 ноября 2020 года. Область исследования головной мозг. Контрастное усиление. Не проводилось. Срединные структуры головного мозга не смещены. Третий желудочек до 10 мм, четверый не расширен. Боковые желудочки симметричны, правый 17 мм, левый 18 мм. Цистерны и основания мозга прослеживаются, не деформированы, умеренно расширены. Обращает на себя внимание мозолистое тело, его размеры на сагитальных срезах. В области колена 5 мм, тело 3 мм, валика 7 мм. Сильвии в ищели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены, диастаз кость мозг до 6 мм. Обращает на себя внимание расширение си. Магна до 27 на 34 на 54 мм. В основании правой височной кости, по медиальному контуру ее визуализируется субарахноидальная киста размером 28 на 15 на 25 мм. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мостоможечковые углы свободны. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричной однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа – признаки отека слизистых оболочек обеих гайморовых пазух. Заключение. МР-картина гипоплазии мозолистого тела, смешанной гидроцефалии, субарахноидальной кисты правой височной доли, расширение Симегна. Ассистент кафедры КМ, Н, Котов-М. Комментарий врача-рентгенолога. Мне кажется, что здесь основная проблема в гипоплазии мозолистого тела. Оно заметно уменьшено в размерах, а возраст ребенка соответствует началу клинических проявлений заболевания. Также можно отметить смешанную гидроцефалию, расширены как желудочки мозга, так и наружные субарахноидальные пространства. Также расширена цистерна магна, это еще могут называть ретроцей или билярной кистой, но сути это не изменит. Также есть небольшая киста в области правой височной доли, но она особенного значения не имеет. Вопросы по пациентке. Что это значит? А возраст ребенка соответствует началу клинических проявлений заболевания. В задней черепной ямке кисту вы не увидели? Гипоплазию червя мозжечка, четкий рисунок из вилен коры. По поводу гидроцефалии в Москве ее не подтвердили по МРТ в одной из самых дорогих клиник. И в имени Симашко смотрели два нейрохирурга, один зав. Детский второй заведующий отделения нейрохирургии имени Симашко, оба сказали, что нет гидроцефалии, то что расширено желудочке незначительно они увидели, но дали вышеуказанный ответ. Ответ к МН. Котова МА. Один. Ряд заболеваний, в том числе и гипоплазия мозолистого тела, проявляются не сразу, а с какого-то возраста. Сейчас у ребенка возраст начала клинических проявлений этого заболевания. Два. Это игра терминов, семантика, как правильно говорит ретроцеюлюблерная киста или увеличение большой цистерны. Я считаю, что правильнее считать, что это не киста, а увеличение большой цистерны Сим. Магна, я про это писал в первых комментариях к заключению. Три. Насчет гипоплазии червя, она если есть то минимальна, поэтому и не стал про нее писать. Четыре. Рисунок извилин вполне обычен у пациента с гидроцефалией. Пять. Про гидроцефалию, говорить можно что угодно, но есть норма размеров желудочков головного мозга, расстояние от мозга до костей черепа тоже известны и превышение этих размеров однозначно указывает на гидроцефалию. К слову, та же большая цистерна, ретроцеюлюблерная киста, это также маркер гидроцефалии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...